Третий присоединился, сейчас уже начнется вновь стадия выбора команды, и мы можем переключиться на микро. Заметим отсутствие Вильяма. Вновь Ван. Возможно, Вильям недостаточно испугает и Ван отправится в бан. Какие-то Майндгеймс уже начались, а Голос начинает подседать, нужно немножечко выпить. Ждем, ждем. Что ж, определяются финальные составы. Нет, это будет все-таки Вильям со стороны Ксуда. Блок все так же на Бальтоона. Ключевая персона для состава Ксуда. Алекса в блоке. Единственное, что она не активирована, это Ревал, который не особо много пользы приносит этому персонажу. Тюран и Магнус. Такой вот интересный бан в этот раз. Обычно отдавалось некоторое внимание топу оппонента, миду оппонента, чему угодно. Но в этот раз Ксуда настроен очень красиво по отношению именно к обороне на Тамуру. Посмотрим, что у него именно получится придумать в данной ситуации. Все-таки и Дюран и Магнус могли сыграть решающую роль против Вильяма, который, возможно, отлетит в этой стадии банов. Но он не отлетел. Да, Кирали шоу. Минус Кирали минус Глэйд у Ксуда. Вильям остается. Вильям действительно будет нести определенную угрозу. За счет огромного количества крит-урона, которым он обладает. Ну да, правильные баны, в принципе. Ну, Аска, как и планировалось. Тики и Бенол. Интересные баны. И Целус. Целус. Четыре топа. Ксуда очень агрессивно настроен. Очень сурово настроился на этот матч этот игрок. Возможно, он хочет провернуть ОХО комбинацию и предугадал определенные баны со стороны Натамору, чтобы в этом матче преподнести своего рода сюрприз. Но все-таки кое-какая распасовочка сначала потребуется для этого состава. Посмотрим, сколько именно движений придется к Суде совершить, чтобы набрать достаточное количество спирита к мидам. Сомнительная тактика была. Все-таки не думаю, что она все-таки сработает. Лучше посмотрим. Ну, видно, конечно, что намного не рассчитывают в этом матче продержаться к Суде. Очень агрессивно он настроен. Этот матч не должен получиться прям очень большим положительностью. Однако его шаманка сделает абсолютно все, чтобы этот матч затянулся как можно на долю. Как можно дольше. Так, первый удар в три лица. Даймен наносит совсем немного урона. Определенная замена против такого оппонента сыграла на пользу. Все-таки Даймен снимает, крадет дрибл всех персонажей оппонента в линии обороны при удале. И теперь он кредет немножко меньше за счет того, что всего лишь три персонажа у оппонента. Проход в мид. Определенная распасовочка происходит. Определенно хочет товарищ набрать достаточное количество спирита. И вот сейчас будет возможность для прокаста, скорее всего. Да, да, да. Посмотрим, во что это выйдется. Комбинация лабанка, я считаю. Значит, если на Тамара выйдет обратно в топ, я думаю, все-таки это будет последний уже выход для Ксуда. Посмотрим, на что Вилли способен. Тем не менее, первый пас уже проходит. Интересное решение насчет такой передачи. Видимо, было весьма рискованно. Однако, видимо, уверен в своем Бальтоне и его скорости Ксуда. И сейчас очень опасный момент. 3000 урона по Алексе. И этого не хватает, чтобы Алексе не пережила эту охко-комбинацию. Да, там нет вратарей, но все-таки очевидно, что все силы в этот проказ сейчас Ксуда. Да, у него остался активный пас на Хамерус. Однако, видно, что расстроен и ожидал совсем другой результат. от этого прокаста Ксуда. Ну и сейчас игра продолжается. Посмотрим, насколько долго она притянет. 2700 хп всего у Джина. Активный пас. Снова кооп от Шаманки. В этот раз активка идет в бой. 2000 урона, несмотря на три лица в этой обороне. Клит залетел по проторю Ксуда. Очень неприятный момент для него. Он должен, очевидно, понимать, что следующий удар он точно не переживет. А вот дожить до следующего подобного прокаста, чтобы добить эту непобедимую Олексу, будет ой как непросто. 8 минут задержаться, я думаю, очень тяжело будет. Больше, наверное, не успеет он прокастить. Тем не менее, придется что-то ему придумывать, чтобы выкарабкаться из этой ситуации. Пусть он и может уже чувствует какое-то отчаяние, но нельзя раздаваться раньше времени. Возможно, у него что-то еще и получится в этом матче. Однако, видим, что Антамор пока держит ситуацию под контролем. Восстанавливает он экшн-бар на Шаманке за счет выхода удачного в мид. Но здесь Селестия отнимает мяч в Киреле. Странно, не стал стелить. Просчитал, видимо, необходимое количество секунд, чтобы восстановилась Кики. Однако, именно движение Кики было весьма уже рискованно. Уверен он в своей Кике, очевидно. Выход на соло-шот. Можно даже и Киреле соло-шот устроить. За стэпп и стэпп, экшн-бара не хватает для этого топа сейчас, чтобы провернуть решающую атаку. Но, однако, Шаманка не смогла отобрать мячик у Дамина. Вот он, недосчет. Каупс Борки и Спаса Бальтоу на Дамина отправляет нас во вторую игру. Практически точно отправляет нас во вторую игру. Все-таки отправляется во вторую игру. игроков. Первый матч заканчивается в пользу Натамору. Дамина смог пробить этого Джина. Это неудивительно. Дамина все-таки. Да. Сила. Сила. И, скорее всего, именно такой подход мы не увидим в следующем матче от Ксуда. Вряд ли он станет пробовать вновь такую комбинацию, зная, что ему не хватает сил, чтобы на Тамору справиться. Да-да. Посмотрим, что придумают Ксуда. В следующий раз может все-таки Шар решить подключить. Все-таки она будет поинтересней, чем Вильям. Вполне возможно, мы увидим Шар. Я так планирую. Приходит уже инвайты на следующий матч. Мы же не стали, ребята, долго ждать и думать над некоторыми своими деталями. Составы решили, видимо, особо не менять. И сейчас уже через пару мгновений начнется банфа со второго матча финала нашего первого международного турнира. Вкладка не изменилась. Возможно, это не то, что мы увидим в команде Ксуда. Сила пока себя совсем не показала, если честно, в первом матче. Но очевидно, что она там для других целей была. И возможно, сейчас Ксуда от нее откажется. На Тамору без изменений. Олег состоит крайне уверенно. Ему только Ван в одной из партий предыдущих действительно угрожал воротам этого нового светлого вратаря. Та же страница. Ну а сейчас вновь Вильям, вновь Сила, Киррель заблочен. Видимо, в этот раз будет расчет все-таки больше на салшот. Посмотрим, кого забанит на Тамору в этом матче. Скорее всего, выбор пойдет на Джиха и Глэйд. Ну а еще больше интерес составляет выбор Ксуда по банам на Тамору. Минус Джиха и Киррель в составе на Тамору от Ксуда. Даже догадываюсь, кто там на Миде появится на Тамору. Расскажи нам. Скорее всего, будет Пина там стоять напротив и делать репы и грязь. Что-то на скорой, скорее всего, будет. Не менее, оппоненты пока раздумывают. Ну, на Тамору уже определился, а Ксуда все еще пытается придумать, что же ему в этот матч спасти. Рискнул он, впервые сняв блок своего Бальтоона и, возможно, поплатиться именно за это. Бальтоон все-таки составлял немалую часть успеха Ксуда на этом турнире. И, может быть, это ошибка. А, может быть, это и необычное, но верное решение для Ксуда. Посмотрим, что у него припасено. 10 секунд остается. Второй матч финала нашего турнира. Ждем мы все-таки. Я думаю, Аска появится. Да, появилась в дефе. Лука. Лука, да. В принципе, догадывался, что на минус деф что-то будет залетать туда. Чтобы был шанс как-то пробить. Ну, грамотно Ксуда подошел, в принципе. Впервые мы видим Лука от Ксуда на этом турнире. Возможно, она готовилась не так основательно, как другие ассисты Ксуда. Посмотрим, что сможет он предложить на Тамору в этом матче. На Тамору вновь спинал на миде. Я думаю, все-таки Виктория там выйдет. Тоже, кстати, хорошал на Тамору. Играл против нее. Но решил все-таки порезать всю ману в миде. Чтоб не было шансов никаких. Тем временем, первая атака для на Тамору. Уже есть возможность отдать активный пас. Прожать активный удар на домене. Что ж. Вновь срабатывает Каоп. Нету активного удара. Не стал тратить пустую. Это важная для дамина способность. Ну и Глейт не так уж и много урона получает. Возможно, стоит чуть дольше проспасывать мяч в обороне. Однако, Ксуда решает иначе. Возможно, он хочет сосредоточиться на агрессивных атакующих действиях как можно сильнее в этом матче. Кирейль проходит без особых проблем. Кирейль оказался весьма легкой мишенью в данной ситуации. Попытка пройти, сломать кики. Успешная, успешная. И посмотрим, насколько же... Вот не хватает спирита сейчас. Вот Кирейль подобрал, конечно же. И Кирейль действие совершил. И вынося мяч в топ. В мид Аскелад он тоже действие совершил. И вот казалось, было полтора бара спирита. А вот их уже и нету. Так вот Пинол влияет на матчи. Возможно, уже сейчас бы мы увидели первый салашот от Ксуда. Но не судьба. И Дамин вновь. В этот раз уже нету коопа. Про каст. И 1400 урона без крита. Скорее всего, нужно оставаться в дефе как можно дольше сейчас Ксуда. Пытаясь... Как-то обхилится, да. Зря, зря, зря он пытается выйти. Пожарничал на экшен-бар Дюрана сейчас. И за это поплатился по-своему. Вальт отобрал мяч. Пришлось отрасить экшен-бар Дюрана. И вот вновь момент для... Вновь момент скаупом против Ксуда. Распасовывка в миде в данном матче совсем не приведет к успеху. Пинол очень много жирает спирита. Совсем не дает жизни спирит-регену оппонента. Ну а здесь хоть и будет стаприн салашот при Пенетре. Пас отдавать все-таки не стоит в такой ситуации. Настакивать лишний раз Алексу. Но вот и Дюран, и Шаманка готовы отбирать мяч. К сожалению, вряд ли что нужно поделать. Все сели, все экшен-бары просадились у Натамору. Ждем, ждем прохода от Натамору. Интересный выход контратака. Как бы не хотелось сейчас закончить активным пасом эту контратаку, Натамору заранее убил страйкера оппонента. И Ксуда не смог отдать активную передачу. Видим, что Теранокс в этом Вильяме. Вильям означает совсем мало урона нанес за счет того, что эта Алекса очень хороша и совсем нет возможности. Да, не повезло с этим проходом к Суде. Сразу видно. Посмотрим, что придумал Натамору. Тут тоже копит активку. Пасом ждем. Ждем отката. Все-таки очень сложно быть супер агрессивным и при этом следить за всеми экшен-барами, стопить аккуратно ситуации для того, чтобы вынудить ошибки от оппонента. Все-таки Натамору играет с позиции сил, с позиции фаворита в этом матчапе. И, честно говоря, сложно представить, как именно Ксуда сможет справиться с этой ситуацией. Но одно я знаю точно, ему однозначно нужна распасовка The Glade, чтобы пережить ближайшие несколько ударов. Хотя бы один точно. Прожимается активка шаманки, в этот раз не жадничает Ксуда, хотя наверняка понимает, что крит будет практически наверняка летален. И что ж, в общем-то есть спирт на то, чтобы отдать активный пас. Сейчас нет возможности прям еще и на активный удар, но хоть что-то. Соло-шот для Вильяма. А нет, вот теперь-то как раз-таки есть возможность для полноценного соло-шота. И не встает в кооп шаманка удар Вильяма на 721. Мало-мало-мало. Да, это катастрофически мало для столь серьезного прокаста. Пинетра уходит вообще в минус с этим Вильямом. Все-таки, мне кажется, шара лучше смотрелась в прошлом матче. Сделал ставку на опыте все-таки на что-то новое. Сделал ставку на то, что не заметит открытого Бальтеона. Но сложно сказать, что именно сейчас сможет спасти и помочь в атаке к суде в этом решающем матче. Сейчас уже может на Тамору выиграть и стать чемпионом первого турнира. В ССТ. Две игровых минуты для следующей попытки. Ждем, ждем. Еще одна попытка на соло-шот. Кираль делает свою работу, однако состав просто не справляется. Сейчас уж очень много дамок резиста и декриза у этой сверх прокаченной Алекса. Поповой Алекса очевидно. Максимальная инвестиция. Не получается отобрать мяч у Луки на контратаке. Дюран выходит в мид, оставляет мяч на Аслан. Выход на шот. У нас здесь уже, очевидно, хватает спирита на то, чтобы прожать активный пасс. Будет ли он прожит Секиэль или же все-таки просто отдаст обычную передачу на Даймина. Нет, это выбор в пользу активного пасса Секиэль. И Даймина может ударить сейчас в три лица с активкой по 1500 хп. 1700 крит прошел и чемпионом первого в ЕССТ турнира становится Ната Моро. Представитель сообщества выигрывает со счетом 2-0 в финальной серии против Ксуда. Тем самым ознаменовывая свою победу первого турнира. Поздравляю. Да, сегодня он играл только с Ксудой. Но именно Ксуда доказал, что готов играть в финале больше, чем кто-либо другой. Но Ксуда не смог за все эти матчи найти какое-то решение против своего визави, против Натаморо. И, собственно, уже может нравиться своей победе. Открывает шампанское, празднует. Поздравляем. От всего сообщества, от нас лично. Молодец. Так никто и не смог одолеть Натаморо. Натаморо. Поздравляем. Возможно, у нас сейчас будет интервью с победителем. Ждем. 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 В гости. Итак, Натаморо присоединился. Свежеиспеченный чемпион нашего VST турнира. Поздравляем Натаморо. Поздравляем. Что ты сейчас чувствуешь? Не знаю. А мне кажется, знаешь, что ты в духе Алекса ОП или что-то такое. Я чувствую, что нужен баф Вильяма. Ну да. Что ж. Вильям, да, не показался. Шара, конечно, да, была очень даже интересная. Меня заинтересовало. Да. Что, по-твоему, не получилось у твоего оппонента в матче против тебя? Вот. Он столько всего перепробовал в каждом из матчей и что-то новое предлагал, но вот. Он не принял во внимание то, что Алекса стакает свой деф и дегрис. Если бы он в первом матче дал пас с Хаммерос, у него бы получилось маншотнуть. Но он решил идти через Бальта. Ну и шар бы смотрелось лучше, да. Что ты скажешь про свой состав? Какие изменения в составе тебе помогли подняться на такой уровень, на уровень, на котором ты смог одарять всех своих оппонентов и пройдясь только с победами по всему турниру, закончить чемпионом? Два лига уника, но и замены. О, две замены на каждый лайн. Какую часть своего состава ты выделишь как MVP? За кого ты и за чей перформанс ты больше всего рад, больше всего удивлен? Ну, кто тебя в принципе порадовал? Алекса. Что ж, тогда вот такой вопрос. Будет следующий турнир. Защитишь титул? Не знаю. Как же уверенная чемпионская та. Что ж, это был Натамору, чемпион весистей турнира. Поздравим его еще раз. Спасибо большое всем за внимание. Всем спасибо за то, что смотрели. Присоединяйтесь к новым турнирам. Мы благодарим вас, зрители, за то, что вы присоединились к нам. Спасибо большое за то, что нас посетили. Мы были рады для вас показать все эти матчи-турниры. Решающие серии. Надеюсь, дальше у нас будет еще больше турниров, еще больше качества, еще больше участников и самых разных и интересных. Ну, а пока еще раз благодарим. Спасибо за внимание. Всем удачи. До новых встреч. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok